Что конусы стоят посреди дороги? Знаки объекта препятствия. Выставите. На право. На право встаньте. Какие цели вообще операции на конду? Лица досматриваются. Вы досмотры будете еще проводить? Не буду. Не будете? Проверку просто посмотрели. Мы увидели, что нормальные люди, адекватные сидят. Что вы? А в чем тогда операция? Ну документы проверю и все. Атераз вы под эту операцию не подходите. Я у вас документы проверю. А, все, окей, хорошо. Расставание пункта 2-1-1. Хорошо. Держите. Удачи. Да, конечно. Счастливо, пути. Какая у меня машина? Скажите, пожалуйста. Лада Нива, да? Да. Лада Нива. Вольксваген Пасад. Вот это поворот. Вы мне отдали документы, ничего не проверили. Смысл в проверке документов. Вот скажите, пожалуйста. Тут не я собственник даже. Это неизвестно, какая машина. Ну вот. Счастливого пути. Спасибо вам. Удачи. И вам удачи. Хорошего дня. Вы бы знаки объезд препятствия выставили. Что конусы? Что конусы стоят посреди дороги? Знаки объезд препятствия выставили. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, что вы хотели сказать? Я хотел сказать, что вот эти конусы являются посторонними предметами на проезжей части, которые необходимо обознать соответствующим знаком по правилам дорожного движения. Смотрите, вон там, видите, сужение дороги. Такое же. 50 метров. Придет операция. Да. Заслон. Но на правильной части это знаки. В Москве вы поставили знаки. Где ваша гайка на колесе? Какая гайка? Вот. Шпилька, где ваша? По правилам дорожного движения вы имеете право двигаться дальше. Да? Да. Почему? Потому что техничеславность. Видите, как все плохо получается. Где ваши водители? На машине. А с какой целью? Ну я вас остановил. Да. Хорошо. А! Как ваша фамилия? Старший лейтенант Силаев. А почему не представляете сразу? И с вами останавливали. Вы говорите. Да. У вас сразу вопрос возник, я вам начал отвечать. Ну, вопрос возник. Да. Правильно. Ваши документики, пожалуйста, водительская машинка. С какой целью? Проверка документов. А вы сейчас? Вы сейчас видеосъемку производите? Вы сейчас видеосъемку производите? Да. Так же, как и вы. Так, Силаев, да? Да, Силаев. А 38-й пункт административного регламента не хотите выполнить, да? Не запрещает. Не запрещает. Предупредить просто надо сразу же. Ну вы же видели, я включил. Ну вы же видели. Так я-то не обязан. У меня погон нет. Я ж не лейтенант или как вы там позвоните? Вы просто водитель. Да, хорошо. И ваши документики, пожалуйста, подождите. Вы можете там вот этим заниматься на обочине? А меня инспектор остановил. Он документы тут требует. Я вас прошу, отъехайте вот туда. Документики проверим, поедите дальше. Да, меня в данный момент инспектор вот остановил. Мне переехать туда, да? Я вас прошу, да, переехать. Все, хорошо. Все, хорошо. Вы запасли для вас место, и вы будете там заниматься. Можете не пристегивать. Нет, спасибо. Вы не можете разрешить меня нарушать, к сожалению. Вы второй раздел ПДД мне не можете разрешить нарушать. Я не понял, не слышал. Вы не можете мне разрешить не пристегиваться. Вы можете регулировочные действия выполнять. Разрешить не пристегиваться вы не можете. Еще раз добрый день. Еще раз добрый день. Добрый день. Ставшие тебя нацелают. Документы, водительская, пожалуйста, на машину. Проверим вашу. Так, с какой целью-то? Проверка документов. А на основании чего? Основания какие-то проверяйте? Проверим операцию на комбинах. А как я подхожу под эту операцию? Ну что? То есть все, кто делает замечания сотрудникам полиции, когда они нарушают... Я проверяю ваш документ. Когда они нарушают ПДД. Нет, стоп. Я к вам обратился по-человечески. Я не писал на вас жалобы. Я же обещал. Я заявление на вас не писал. 12-33 КОАП. Это 20 тысяч штраф на должностных лиц. А? Вот эти вот конусы 12-33 КОАП. Их нельзя выставлять на проезжей части. Посторонний предмет. Мы огораживаемся. Люстра работает. Знаки должны быть. Объезд препятствия. Объезд в машине. Понимаете? Я про машину вашу ничего не говорю. Машина стоит нормально. Конусы. Это посторонние предметы на проезжей части. Понимаете? Стрелка. На проезжей части стрелки есть? Перестроение. На проезжей части есть, но это препятствие. Понимаете? Это все, что колесо. Конус. Это я понимаю, что это для безопасности. Но в Москве уже даже полицейских приучили, что они знаки даже выставили. На въезде в Москву. Не знаю. Вы тут там не бываете в Москве? Сейчас тоже там проходят спецмероприятия с ВИЗ-чемпионатом мира. Всеми этими делами. Правильно. Там они выставили... Вы все знаете? Конечно, я знаю, потому что мы их заставили выставить эти самые знаки. Потому что тоже стояли так же. И было очень много жалоб. И там много сотрудников привлекли по 12-33 для должностных лиц. Но это не точно. Дисциплинарку тоже. Зачем вам это надо? Нет, не надо. Приняем внимание все это. Ну вот и все. Проверим ваши документы. Поедете дальше. Я принял ваши пожелания. Все устраним. Все сделаем в красивом виде. Какой целью мои документы-то? Я как подхожу под анаконду? В смысле? Как я подхожу под анаконду? Проверка документов. Я понимаю. Операция, она не просто так. Операция проводится какой-то. Я знаю. Пункт права 2-1-1. Я знаю. Водитель имеет право. Да. Обязан. Обязан. Да. Предоставить. Я вам предоставлю. Ничего страшного. Просто вы на себя жалобу получите. За беспричинную проверку документов. И все. И вот за эти дела. Хорошо. Либо вы сейчас пожелаете на счастливого пути, и я поеду дальше. Мы согласны. Мы получим жалобу. Можно посмотреть ваши документы. Пожелаю вам счастливого пути. Поедете на дачу там отдыхать. Я не знаю. Праздники сейчас будут. Погода наладится. Я понял. Нет. Я с вами тут не буду. Это самое. Долго стоять. Я вообще хочу с вами на нормальной такой волне расстаться. И все. Хорошо. Проверим документы. Если вас интересуют мои документы, я вам покажу свои документы. Давайте начнем с ваших. Вы камеру убираете. Камеру я не буду убирать. Это вам не буду показывать. Может у вас просто сомнения есть какие-то? Нет. Почему сомнения? Почему сомнения? Нет. Ну просто мало. И там сотрудники иногда чуру ими именами представляются. Обманывающие. Силаев Эдуард Александрович. Инспектор дорожно-патронных служб. Приходим до 28 апреля 2020 года. Б24-44-34. Ага. Все. А вы с какого подразделения? С какого подразделения? С 7 батальон. 7 батальон по Московской области. Ага. Я понял. Так. Мои документы. Значит. Традиция на машину. По операции «Анаконда». Я подхожу под операцию, да? Причем подходит или не подходит. Вы остановили для проверки документы. А. Ну то есть просто так. Подходит или не подходит. В рамках проводимой операции вы же спросили. Ну в рамках это. Нетрезвый водитель проводит с полоски. Не трезвый. Вы трезвый. Все. Да. Ну что? Я надеюсь. Вот. Почему я это проверил? Я понял. Ну это же не просто так вы документы проверили, да? Вы сейчас ограничили меня в праве. Почему? Это просто так это делать нельзя. Это можно делать на свободу передвижения. Вы здесь делали сейчас административное действие, остановив меня. В смысле вы применили меру государственного применения? Вы участник дорожного движения. Участник. Я ничего не спорю, что я обязан остановиться. Вы участвуете в дорожном движении. Да, да, да. Я обязан остановиться передать вам документы. Я не отказываюсь. Я передам вам документы обязательно. А в чем мы вас ограничили? Как мы вас ограничили? Вы когда останавливаете человека, вы применяете к нему меру государственного принуждения. Вы остановились сами с просьбой, с пожеланием. Я говорю, встаньте сюда, поговорим с вами. Да, да, да. Документы вы... Вы сразу в камеру, я вам предоставился, показал. Вы документы у каждого требуете? Ваши можно посмотреть документы и пожелать вам счастливого пути? Это просьба или требуется? Или вы отказываетесь? Нет, это просьба или требуется? Ну, вам сейчас скажешь просьбу, вы скажете, я не буду. Правильно? Ну, я могу рассмотреть эту просьбу, правильно? А, значит, просьбу покажешься. Да. Просьба я вам отказываю, к сожалению. Спасибо. Нарушителем ПДД. На основании 19.3 требования. Требования. Первый раз. Требования. Смотрите, требования. Я не отказываюсь выполнять ваши требования, я вам еще раз повторяю. Я просто хочу услышать от вас внятно, в соответствии со 106 пунктом, основания для остановки. Операция анаконда, это же очень хорошо. Ну вот, вы просто скажите, если вы не знаете, скажите, я не знаю, просто анаконда и все, да? В смысле я не знаю? Нет, ну, смотрите, под анаконду подходят определенные машины, правильно? Которые там в розыске или какие там цели ее? Какие цели вообще операции анаконды? Лица досматриваются. Вы досмотрим будете еще проводить? Не буду. Не будете? Проверку просто посмотрели, мы увидели, что нормальные люди, адекватные сидят. Что вы? А в чем тогда операция? Ну, документы проверю и все. Ну, операция, вы под эту операцию не подходите, я у вас документы проверю. А, все, окей, хорошо. Поставание пункта 2-1-1. Хорошо. Я же вам не говорю, что вы там что-то перевозите, еще что-то. Вы на дачу едете отдыхать. Страховое все в наличии? Да, конечно. Вписано все нормально? Да, конечно. Держите, удачи. Да, конечно. Счастливого пути. Можно было вообще без всего этого. Да. Инспектор, какая у меня машина, скажите, пожалуйста. Мы примем у него внимание. Как вас еще раз зовут? А? Как вас еще раз зовут? Эдуард, какая у меня машина, скажите, пожалуйста. Лада Нива, да? Да. Лада Нива. Вольксваген Пассад. Вот это поворот. Вы мне отдали документы, ничего не проверили. Смысл в проверке документов? Вот скажите, пожалуйста. Тут не я собственник даже. Это неизвестно, какая машина. Ну вот. Счастливого пути. Спасибо вам. Удачи. И вам удачи. Хорошего дня. Знаки выставили, серьезно. Спасибо, ладно. А тот, кто-нибудь приедет, да. Да, объезд, стрелочки. Там в Москве поставили, все хорошо сейчас, все нормально. Устраним. Хорошо. Удачи. Всего вам доброго. Хороших праздников. И вам, и вам. Спасибо. И вот, друзья мои, вы опять видите смысл, какая операция анаконда у нас. Операция анаконда. Просто подходите. Просто операцию ничего не буду проводить, ничего не буду досматривать. Взял документы на другую машину, абсолютно собственник, не я. Водительское единственное, что посмотрел. Нигде не проверил. Подлинное оно, неподлинное. Ничего не понятно. Это все дичь. Это все бесполезно и бессмысленно. Они опять придираются, остановили меня, просто потому, что я к ним подъехал и сказал, что там установлены конусы на правой части, посторонние предметы, что их нельзя выставлять. Вот они. Эти конусы до сих пор стоят. И, ну, сказал, что установят знаки. Но верится, конечно, слабо. После такого, как бы, ну, не то, что не хамил, как ну, все равно, смысл его. Он подверг меня амери государственного принуждения. На основании чего? Непонятно. Получится на себя жалобу дисциплинарку, потому что тут уже 100% дисциплинарка. Не выполняет свои обязанности полностью. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok